Флагманских проектов Сейчас я только вот тут поудаляю Давайте я его беру вот так вот Открою на полный экран Полный экранный режим И попробую рассказать вам, собственно, что мы делаем Что у нас происходит, в каком состоянии мы находимся И вообще, чем нам с этим дальше делать Я начнулся издалека Примерно 4 года назад Так, ау, ау Все, кто говорит вместе со мной параллельно Вам, скорее всего, будет неудобно это делать Можем тогда как-то лучше нам разбросаться в помещение Примерно 4 года назад Когда тема открытых данных, открытое правительство Только-только-только зарождалась Была встреча у Дмитрия Анатольевича Медведева Тогда еще президента Вскоре певер-министра Посвященная, собственно, открытости правительства Открытости государства Встреча была посвящена тому, что вообще открытые данные Это хорошо И Россия может вступить в такое разница Как Open Government Partnership И вообще, что открытые данные Это правильно Открытое государство Это наша некоторая самоцель И на этой встрече Меня, честно говоря, чердернул И мне вообще, ну просто чердернул Мне очень хотелось про это проговорить Я сказал, что все у нас с данными хорошо Но вот МВД Хреновое ведомство Не работает, данные не открывает Вот Ну, Живей сказал, это не просто так Потому что действительно В России Это одно из немногих госорганов Наиболее закрытых А в мире криминальная статистика Это один из самых интересных Источков информации И вот правильно с этим В Комитете гражданской инициатив Победиты, которого мы делаем Этот проект Вот вы видите Там Проект комитета гражданской инициатив Открытая полиция Мы запустили проект В котором мы начали собирать Данные с сайтов МВД Причем собирать так Что их было много Их было просто вот Огромное количество Мы начали из них Извлекать самую разную информацию Когда-то был еще сайт Например, да Чувашии, Мордовии, Татарстана Все они были разные Тогда еще не было Единого сайта mvd.ru И мы начали собирать первые данные В чем возникла первая проблема Проблема номер один МВД уничтожило все свои сайты Кроме единого портала mvd.ru Одновременно уничтожило Весь архив информации За все прошлые годы Тем самым у нас История МВД Начинается с 2013 года Все остальное Кое-где Кое-где На очень немногих региональных порталах Они перенесли архив новостей И мы Итого мы оказались В ситуации полного пата Когда мы С одной стороны Уже начали работать с этими данными С другой стороны В общем Что-то как-то плохо идет И мы С упорством достойного лучшего применения Думали Ну раз не МВД ГИБДД попробуем ГИБДД уничтожило все свои сайты В 2012 году Точно так же Переведя на единый портал ГИБДД.ру Вы думали Вот блин Что ж такая неплохо-то И мы сфокусировались на том Что в течение Какого-то времени Мы стали забирать Кучу данных Которые полиция раскрывала Вот если вы зайдете В раздел данные Вот они вот Вот видите Вот На самом деле он довольно скромный То есть При том что например В проекте госзатрата Вы можете увидеть гораздо большего объема Здесь у нас всего лишь легкая API И легкий Вот портал Data.openpolis.ru Где какие-то наборы данных Собраны Организация МВД России Видите Всего 253 массива данных Там Статистика Извлеченная Системой ЕМИС Там данные Разбросаны по разным годам В общем Куча всякого Куча всякого Вот Какие-то данные В формате Excel И вот Куча данных Собранных С портала CrimeStat Вот видите Плановые проверки Юридических лиц Ну в общем Куча всего И кажется Ох ты блин Какое разнообразие 253 массива данных Да это больше чем На многих региональных порталах Но на самом деле Конечно Результат был довольно скромный То есть Мы ставили себе Совершенно другие цели Ставили совершенно Другую задачу И рассчитывали на то Что вокруг Всего этой темы Создать некоторую Экосистему Я вам потом еще покажу Один сайт Компании Ханчлапс Которая в общем Ну это некоторое Там глобальное видение Одно из Которое может быть На основе того Что мы делали Мы проделали Какое-то количество Аналитики Давайте я вам открою Вот мы собрали Данные Мы открыли аналитику Вот например Вот тогда мы сделали Рейтинг сайтов ГИБДД Это мы сделали До того Как еще Ликвидировали Все Просто вот Подчистую Мы его буквально Мы его делали И параллельно Ликвидировали К тому времени Когда мы его открыли Уже сайтов ГИБДД Не существовало Вот Надо ли понять Там степень Глубину моего Это не отчаяние Я бы сказал Так сказать Злости Смешанные с другими Мерзкими чувствами Но Мы в общем Показали то Что в общем Сайты просто Не существовали А на многих сайтах Информации просто не было Они были разные На многих из них Публиковалась Интересная информация Многие из них Публиковали Например Данные по Аварийности По конкретным школам Автовождение Тем самым Если собираете данные Мы могли бы Ужидать какую-то Ну совсем персонализированную Информацию Картировать школу И говорить Туда ходи Туда не ходи Это была бы Ручная работа Крутсорсинг А так у нас просто Ничего не осталось У нас получилась Вот эта аналитика И мы сделали Тогда первую Аналитику По бюджетам Сейчас надеюсь Что все это откроется Визуализируется Так Раз Нет Нет Где Так Нет Подвисло Но Этот раздел Давно не проверял В общем Мы визуализировали Бюджет МВД Он еще просто Грузится Что Он видел Просто еще Грузится Да Он еще просто Грузится В общем Мы визуализировали Бюджет МВД И в том числе Чтобы показать Как бюджет Надо визуализировать Вот видите Вот эти вот Красивые Разлетающие шарики Они сделаны На открытых данных То есть Вначале мы выложили Данные по бюджету МВД целиком А потом стали показывать Вот видите На здравоохранение Оказывается МВД Тратит 23 миллиарда рублей Только на здоровье А на Что еще На образование 25 миллиардов 26 миллиардов рублей Только на образование Некоторые российские регионы Тратят меньше Чем Вся система Министерства внутренних дел Вот На жилищное хозяйство На взносы международных организаций Ну и конечно В общем-то Нацбезопасность Сами органы Внутренние войска Прикладные научные исследования Ну а еще Да Вот видите Полтора миллиарда рублей Только научные исследования Тратят Вот В общем Кучу вот этого всего Мы повизуализировали Мы дали этому Некоторые Наглядный вид Но и он Тоже непонятно Зачем он нужен И по-хорошему Единственное То для чего Глобально Наш портал Нам мог быть Мы его рассматривали Именно как портал Создание Системы для разработчиков Пример Тоже как мы используем Портал госзатрат Мы всегда говорим Потому что наш главный индикатор Того что проект полезен Это то количество программистов Которые скачали оттуда данные Что-то сделали То количество приложений Которые получилось И сейчас Мы столкнулись с дилеммой С одной стороны Нам очень хочется Работать с аудиторией Программистов Разработчиков Айтишников Аналитиков Вот для этого Нам не хватает данных И этих данных Настолько не хватает Что нам даже Крутсорстик некуда Они уничтожают потихонечку Все свои ресурсы В которых что-то было То есть вот так Попытаешься и нет Попытаешься и нет Говоришь им про то А вот вы там что-то открыли Давайте откроете везде Они говорят А мы это закроем Поэтому тут вот Это один из тех органов Который вошел в стадию Активного противостояния Открытости Но при этом Они не единственный орган Который работает с данными И находясь на этой развилке Мы сфокусировались На двух направлениях Одно из них Оно совершенно не техническое И я давайте открою этот раздел Называется Понятная полиция Мы поняли Что на основе тех данных Которые мы собирали Мы можем формулировать Ну какие-то очень Такие наглядные Образы инфографику И вот Инфографика Понятный следователь Российский следователь 12 эмпирических фактов В общем следователи И так далее Вот у нас Из команды Открытой полиции Здесь присутствует Татьяна Татьяна Романова Которая собственно Всем этим занимается Но это очень Классная штука С точки зрения того Что Это понятно К рядовым россиянам Когда мы показываем О том Как это реально устроено Но это очень сильно Отдаляет нас От того технологического Проекта И своей связанностью С открытыми данными Которая у нас Изначально была Поэтому у нас Есть второе направление Которое пока у нас На портале нету Но которое Будет И которое я вам еще Приведу один Некоторые ссылки И раздел Показать инструкцию А где инструкция Да Давайте я открою Раздел помощь Да Мы сделали раздел Инструкция Так вот Вот она Вот То есть тут Всякие советы Как правильно Работать с полицейскими Это на самом деле Вещи очень практическая И Вне зависит от того Работать с открытыми данными С открытыми зданиями Чем-либо еще Просто пригодится в жизни Причем там Все такое Это не политический проект Вообще говорит про то Что просто Дум как-то Знания И знания И данные Но это Одна сторона Эта медали Вот Есть Страна Которая сейчас развивается Называется Краймстат.ру Краймстат Точка Ру Я сейчас открою Кто-то из вас Уже упоминал Этот портал Вот Так Кто из вас его знает Кто не знает Кто из вас не знает Про портал Краймстат.ру О Половина Прекрасно Тогда Есть что Можешь сказать Так сложилось Хорошо А Давайте я вам еще один вопрос задам Знаете ли вы Что прокуратура Больше не имеет права Возбуждать уголовные дела Все знают Нет Кто-то знает В 2012 году Произошла у нас Некоторая ротация Как бы шел на мыло Два Вернее Несколько органов Поменяли несколько Свои полномочия Один орган Прокуратура Потеряла право Возбуждать уголовные дела Фактически Это дали Следственному комитету А другой орган Потерял право Вести статистику По преступлениям Это МВД Ну и все остальные Это все полномочия Дали прокуратуре Был ли это Обмен Равноценным Вот из разговоров С прокурорами У меня такое ощущение Что нет Они очень расстроены Тем, что Как-то вот Меньше могут Но с другой стороны Это дало нам Некоторую новую возможность Потому с кем разговаривать Если я вот раньше говорил Что МВД Занимал все это время Позицию активного противостояния Причем активное противостояние Было обусловно Очень простой вещь Они отдавали свои бы данные Вот то, что они генерят Они отдают А у них там Ох, как все завязано Статистику Ох, как там Им больно становится Когда что-то из этого открывается А тут неожиданно оказалось Что есть другое ведомство Которое теперь Владеет И должно владеть Но еще не публикует Вот есть портал Правовой статистики В нем есть открытые данные Которые мы частично Скопируем себе На портал Открытая полиция Сейчас эти данные Они не очень детализированы Они находятся До пределов Одного субъекта Это все Генерится в системе Газправая статистика Собственно генеральная прокуратура Но эти данные Которые до уровня субъектов Они даже в таком виде интересны Они не бьются С официальной статистикой МВД Очень часто Они, ну, другие Но что самое главное Что в самой системе Хранятся данные Конечно с большей детализацией Они хранятся с детализацией До муниципальных образований И кое-где Кое в чем До конкретного преступления Которое было совершено И там есть много нюансов Там есть один нюанс Связанный с тем Что эти данные В принципе Являются Ну, приватными данными Нельзя раскрывать информацию Где есть информация Фамилии следователя Фамилии человека Некоторая детализация преступлений И вся мировая практика Она говорит о том Что раскрывается Ну, максимум Десять параметров Публично Но те, которые На более востребованы То есть это позволяет Решить проблемы Тех людей Которые хотят понять Карту убийства Вокруг своего дома Но не позволяет Преступникам Использовать Для отслеживания Конкретного следователя Которых сажает Поэтому Вот все это время И да На площадке В том числе Там вот Того же открытого правительства И здесь я уже не буду их ругать Я здесь скорее похвалю Мы общались с МВД С прокуратурой Со всеми ними Чтобы эти данные Стали доступны И сейчас у нас Есть некоторая надежда Что вот на портале Открытой полиции Когда данные появятся На портале Крамстат Мы эти данные Ну, в формате API В формате открытых данных Затащим к нам на проект Открытая полиция И немедленно Начнем организовывать Хакатон Встречи со разработчиками Мероприятия Сами визуализировать То есть запустим Процесс очень активно Поэтому, как я говорил Наш проект сейчас находится Таком в пограничной зоне С одной стороны Мы делаем акцент Не только на IT-технологиях Потому что Нам надо охватывать Широкую аудиторию И данных мало А с другой стороны Мы делаем все Чтобы данных стало много И тогда мы резко станем Очень технологическим проектом Да, но про граждан Тоже забывать нельзя Но мы просто По гражданам Тоже будем поступать Немножко иначе Мы будем рассчитывать На то, что многие Будут создавать приложения Для граждан Риэлторские сервисы Или вероятность Того, что тебе тюкнут По голове Когда ты идешь по улице В зависимости от того Как ты идешь В реальном времени Есть такие приложения В Великобритании И наконец Я в качестве завершения Покажу вам Портал, который называется Ханчлаб Ханчлаб Это даже не портал Это коммерческая компания И здесь Ко мне Периодически Издают вопросы О том, как зарабатывать На открытых данных Вот как зарабатывать На открытых данных Если кто-то говорит Что данные криминальной статистики Это про политику А вот хренушки Ничего подобного Это про деньги И про деньги Очень даже Инновационные Технологические И правильные Так вот Ханчлаб Это маленький стартап В Великобритании Который продает Услуги полиции По прогнозированию преступлений Они предсказывают Помните Как это Фильм Да Особое мнение Вот-вот Прекрайм И это совершенно не шутка Вот Ханчлаб Они стартап Есть энное количество Исследовательских лабораторий Например В американских университетах У них в Чикаго Очень сильная лаборатория По криминальной статистике Есть несколько подобных Лабораторий В Филадельфии И в Лос-Анджелесе И это исключительно Вообще Про деньги Про социальный эффект Потому что Эти лаборатории У нас супер сидят Аналитики Датамайнеры Которые позволят Вашему отделению Подразделению полиции Сказать, что вот здесь Через два часа Кого-то кто-то убьет Ну или хотя бы Помучает Да Если нет Но даже если С вероятностью Некоторое-то произойдет Это все равно Это же уже Некоторые показатели Я могу сказать Что Это еще только Открытые данные Я знаю Немножко полицейские системы Которые работают Вне России А в зарубежных странах Мы исследуем Публикации Как это все происходит Так вот Там очень много всего Того Что не только С открытыми данными Там же нарушение Приватности Ну например Представьте себе Что Вы знаете Что вот Есть один человек Второй человек Третий человек И все они грабили банки И все Они вдруг неожиданно С большими тяжелыми сумками Приходят в кафе Напротив банка Туда Надо сразу Полицейскую машину Вызывать Или нет Вот камеры Автоматических Распознали Большую сумку Распознали Или нет Или если Вы знаете Что вот Один человек Находится в банде Второй человек Находится в банде Третий находится И все они Общаются с четвертым Надо его ставить На прослушку Не надо Наверное надо Если вы знаете, что количество машин, которые въехало из города и выехало из города, не совпадают по номерам, номера кого-то пропадают или автоматически вы отслеживаете, надо реагировать или нет. Это еще только мы говорим про данные закрытые. И монетизация у этого всего есть. Монетизация – предсказание преступлений. Полиция. В России система МВД единая, но, например, во многих странах она не единая. И там платят конкретно полицейские департаменты. В Соединенных Штатах обычно заказывают шерифы штатов или шерифы округов. А также у них очень много экспериментов, очень активных экспериментов на уровне больших городов. Это очень часто развитая история. Вообще история с активным прогнозированием на базе данных – это не только вот это. Это, например, прогнозирование по всем движущим машинам. Та же история с интернетом вещей практически. В каждую машину поставить датчик, отслеживать их. И у тебя сразу есть свидетели при каждом происшествии. У тебя есть полный отслеживание. Сразу. Тебе не надо еще говорить. И ты потом, если кто-то будет в непонятку уходить, сразу говоришь. Мы знаем, что ты там был. Мы тебя посадим, если ты будешь лжесвидетельствовать. Подходит ли она к нам или не подходит, я бы на самом деле поспорил. Я считаю, что, безусловно, она является одним из примеров. Вот Ханчлаб я привожу как пример именно инноваций, почему я говорю, что открытые данные полиции – это не политика. Я уже заканчиваю, я уже коротко отвечу, а потом – это не про политику. Это про социальный экономический эффект. Даже если у нас там не будет десятка стартапов, которые этим занимаются, ну хорошо, вот Казахстан сейчас начал открывать эти данные, они будут появиться в Казахстане. А потом Казахи будут говорить, вот у нас все работает, а наше МВД потом придет к ним на поклон и говорит, вот ребята, давайте мы будем покупать ваши услуги и использовать. Я на этой веселой ноте про наше будущее завершаю. Предаю слово Андрею Жвербесу. А вопрос можно? Можно, но давайте лучше куларно, потому что время я уже выел. Давайте подумаем, как...